В сегодняшнем сюжете мы расскажем о человеке, который прошел всю Великую Отечественную войну. Участвовал в самых ожесточенных битвах – оборона Ленинграда, Сталинграда, боях на Курско-Орловском направлении. Участвовал в операции «Багратион». Он не раз был ранен и контужен, но, несмотря на это, чуть оправившись, вновь становился первой ряды защитников. О том, что война затянется на долгие годы, Сулумбек Турович Цуров и представить не мог. Цуров Сулумбек Турович родился в 1917 году в селении Длинная долина пригородного района Республики Ингушетия. В 1939 году он с начала Второй мировой войны ушел добровольцем на фронт, участвовал в войне с белофинами. В 1941 году, в июне месяце, его подразделение, 299-й зенитно-артиллерийский дивизион, был переброшен в Ленинградскую область. Там его и встретила Великая Отечественная война. До войны Сулумбек, окончив местное железнодорожное училище, работал на Орджоникидзевском вагонно-ремонтном заводе имени Кирова, газоэлектросварщиком. У него было сильное желание продолжить учебу. Он даже поступил на вечернее отделение Орджоникидзевского техникума советской торговли. Но в сентябре 1939 года он, как было сказано ранее, отправляется служить в составе 299-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. В боях с белофинами им были получены первое боевое крещение, первое ранение и первая медаль за отвагу. В составе этого же дивизиона он будет сражаться за город на Неве с первых дней Великой Отечественной войны. Советская Родина удостоила его многими наградами, среди которых Орден Красной Звезды, Орден Отечественной 1-й и 2-й степени, медаль за боевые заслуги, медаль за отвагу и многие другие. В апреле 1942 года Сулбека Цурова направляет Липельское военно-пехотное училище. Окончив курсы младших лейтенантов, он стал командиром роты противотанковых ружей 35-й гвардейской стрелковой дивизии 21-й армии Сталинградского фронта. В боях за город он получил сквозное пулевое ранение. После лечения в госпитале в феврале 1943 года в ранге командира взвода 120-мм минометов Сулбек Цуров участвует в боях на Курско-Орловской дуге. То, что было утром 5 июля 1943 года, он запомнил на всю жизнь. Огонь, грохот танков, взрывы бомб, артиллерийская канонада и его батарея минометчиков, которая вела уничтожающий огонь по пехоте противника. В этих боях Цуровом были уничтожены более 100 гитлеровцев. В боях за Смоленском получил осколочное ранение. В 1944-м уже гвардии лейтенант Сулбек Турович участвует в операции «Багратион». Стоит отметить то, что в одном из наградных листов за 1944 год описываются его боевые заслуги именно на белорусском направлении, за его участие в освобождении Белоруссии и других государств, которые позже были присоединены к территории Советского Союза. После войны он проживал в пригородном районе, он одновременно числился и ветераном нашей республики и республики Северной Осетии, был почетным гостем на мероприятиях. Демобилизовавшись с 1946 по 56-е годы ветеран войны Сулбек Цуров работает в Киргизии, а с 57-го на Корцинском консервном заводе. Он военное, а затем и в мирное время на собственном примере показал, какой должна быть любовь к отчизне и истинный патриотизм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok